Пуля для Токумара Почти нет мебели, канцелярский стол. Передо мной немолодой улыбчивый человек. Знакомимся, Борис Александрович. Хотите, поедем на наш садовый участок, там яблоню цветут? — Конечно, — отвечаю я, — цветущий сад почти всегда вызывает во мне чувство надежды, связанное с будущим. Как думает мой герой? Поэт, видимо, ассоциирует свой путь с цветением и надеждой творить ей дальше. Снимаю в разных ракурсах. Нет, что-то не так. Он смотрит на меня и улавливает мои сомнения. Хотите на комбинат к Мартену? Там стали вары. Последнее слово он как-то протянул и жестом подтвердил наличие его любимцев. Огромный металлургический комбинат встречает нас дымкой, похожей на смог. Мой герой сразу преобразился. Движения его стали размашистыми. Шаги масштабнее. Чувствовался его родная стихия. Знакомьтесь, знакомьтесь. Я жму руки множеству людей, вглядываясь в новые лица. Мне нравится рассматривать и снимать людей, работающих около Мартена. В них есть что-то особенное. Как будто только что женился на любимой. Улыбка с привкусом счастья. Вдруг, как по мановению, волшебные палочки идиллии разрушаются. Сполохи света меркнут. Все становится тревожным и опасным. Люди засуетились, забегали. Мы тоже стали двигаться по Мартену. Назад, вбок. Назад. Что случилось? Что случилось? Авария. Вода перестала поступать в заслонку. Нет охлаждения. Сталь не готова. Упускать нельзя. Может, сама? В руках у меня камера. Снимаю чрезвычайную ситуацию. Рядом десятки тонн взрывчатки. Это расплавленная сталь, готовая броситься на людей. Мой герой. Поэт. В пике интереса движется по Мартену. Я за ним. Я вижу, как начинает дымиться его пальто. Снимаю. Еще раз. Еще. Поднимается перегретая заслонка Мартена. Свет кипящей стали озаряет все вокруг. Осветляя и окрашиваю мечущихся людей в красные тона. Я смотрю на поэта. Визир камеры. Пытаюсь навести на резкость. Неожиданно в камере все темнеет. Ничего не видно. Поворачиваю объектив камеры на себя. Вижу в центре передней линзы величиной с пулю дымящийся кусок расплавленной стали в стекле моего Токумара. Не сразу понял, что произошло. В эти мгновения решалась судьба моя. А может, эта пуля догоняла бывшего заключенного? Фотография заслонила меня. Не только в Москве уже после проявки выяснилось, что кроме кадров с светущими яблонями ничего нет. И опять распорядилась судьба, не оставив следов случившегося. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова